ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА Мы сегодня вещаем из коллектора, самого теплого местечка у нас в студии. Похмелье, неизбежное после таких затяжных праздников, всегда наводит на философический лад и подмывает поразмышлять. Отчего же у нас так плохо, когда могло бы быть так хорошо? На Медни зашел я на сайт Бурута, который, дай бог памяти лет 6 назад, называли не иначе, как убийцы Дума. Да, Дум собирались убивать с помощью шутера Крит и развели вокруг него шумиху, которая напоминала анекдот про сибирского кота, который на свидании с деревенской кошкой 3 часа рассказывал о том, как в Сибири отморозил яйца. Крит ждали. Ну, поменьше, конечно, чем Новый год, но все-таки. Бомба дала осечку. Крит отморозил причиндалы еще на старте. Позвенел-позвенел, да и обронил. Примотать на место их собирались с помощью дополнения битвы за Савистар, но пластырь продержался недолго. Впрочем, бог с ней шумихой. Кто сейчас о ней помнит, кроме наемных шутов, которые ее раздували. Речь не об этом. На сайте Бурута обнаружилась замечательная вакансия геймдизайнера. В основных их требованиях значится увлеченность играми и умение, связанное излагать свои мысли. А уж заодно приветствуется опыт дизайна игр, уровней, сценариев. Поскольку главным требованием более-менее удовлетворяет любой детсадовец, становится понятно, почему из-под пера таких творцов на полусогнутых выползают лишь и переточные стрелялки вроде Восточного фронта, да и запредельные по своей глупости приключения котенка-знайки. Объявление висит на сайте три года. Оно и неудивительно, поскольку работодатели в требованиях к соискателям забыли упомянуть умение читать. Из-за этого досадного просчета они рискуют остаться вовсе без рабочих. Впрочем, оно и к лучшему. Также Буруту нужен художник, от которого требуется умение рисовать карандашные эскизы, а заодно иметь художественное образование. И сценарист с обязательным знанием языков программирования. Такая вот команда убийц Дума. Я, кстати, вообще не могу понять, от чего это наших разработчиков все время тянет кого-то убивать. Может, для того, чтобы убожество собственных игр не так в глаза бросалось. Во всяком случае, пока у нас сценарий пишут программисты, картинки рисуют самоучки, а роль озвучивают родственники пиарщиков, замечательных и красивых новогодних подарков можно ждать только от Санта-Клауса. А Деда Мороза штопают свои мешки, скроенные по лекалам племянника какого-нибудь провинциального портняшки. И грозятся убить Снегурочку. Они пугают, а нам не страшно. Ну и на том спасибо. Зная о силе цеховой солидарности, могу предположить, что все разработчики сейчас дружно ухохатываются над Бурутом. Вы думаете, у вас лучше? Тогда в следующий четверг посмеемся вместе. Пишите письма на правду, как всегда, собакагеймзефизтв.ру. И до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok